друзья всех приветствую олег димитров на связи сегодня поговорим о родителях о нашем отношении к маме и папе и для того чтобы вы понимали важность этого процесса я провел некоторые исследования где посмотрел по клиентам как их отношение к родителям влияет на их результаты и могу сказать что интересно получилось выборка интересные получились результаты если человек не любит своего папу то здесь в среднем будет либо проблемы с деньгами либо проблемы с уверенностью либо со стержнем проблемы с деньгами они наблюдаются как в виде плавающего такого дохода то есть могут выстрелить деньги потом уйти в ноль либо вообще постоянно будет какие-то напряжения по деньгам либо будет вот мужская часть уверенности и стержень страдать то есть не любовь к папе абсолютно точно у всех клиентов одинаковая ситуация это больше выборка больше 50 человек показала то что мужская часть страдает тоже самый процесс если человек не любит маму я вижу что страдает отношения то есть если это мужчина то будет проблемы с женщинами проблемы женщинами либо отношение нестабильные либо отношений не будет если это женщина и она не любит свою маму то получается проблемы с мужчинами вот по женской части происходит так потому что нелюбовь там к своей маме она проявляется в том что ты не любишь часть себя если ты мужчина и не любишь свою маму то получается ты отрицаешь женскую энергию вот проявление женского ты тебе не нравится и соответственно женщин ты будешь выбирать которые будут этому соответствовать и ничего хорошего из этого не выходит это просто чисто тупая статистика которая показывает что нелюбовь к родителям она вредит очень сильно вредит в первую очередь самому человеку я мне стало интересно я сделал то же самое посмотрел по публичным людям где смог найти какие-то данные там ситуация абсолютно такая же я не смог вспомнить ни одного и найти ни одного человека у которого были бы значимые результаты при этом устойчивые и было бы негативное отношение к родителям вот из тех кого я смог найти это павел воля дмитрий портнягин бизнес-блог в ю тубе и владимир потанин это в списке forbes у них позитивное отношение и вообще как так может происходить что вот лишь отношение к родителям так сильно может влиять на нашу жизнь нужно понимать что вот родители нас воспитывали 18 лет мне сейчас 33 то есть я сам себя воспитываю 15 лет родители меня воспитывали 18 то есть большая часть моей жизни она была под руководством родителей если я отрицаю то что папа и мама то что они давали те ценности это плохо или если я к ним отношусь плохо то соответственно часть своей личности я просто отрицаю я говорю что это плохая часть личности я ее не люблю отсюда будет проблема основная модель поведения обучение детей это копирование мозга есть зеркальные нейроны которые копируют поведение окружающих и ребенок вот эти 18 лет очень активно учится и вашей личности очень много того что вы взяли у своих родителей и близкого окружения если вы относитесь к этому близкому окружению негативно соответственно вы к себе относитесь негативно перекрываю какие-то части грани себя также здесь если вот рассматривать мужскую линию поведения если вы папе относили относитесь сейчас плохо то закрываете мужское поведение это менее рисковать умение управлять рисками менее сводить эти риски до приемлемого уровня это также сюда жесткое управление добивает добиваться там поставленных целей и про деньги то есть какой бы папа в семье не был насколько он вам кажется там может быть слабым или каким-то не таким или там пьющим в любом случае у любого мужчины эти качества они более выражены чем у любой женщины и отрицаем мужское поведение даже какое-то может быть несколько деструктивное вы фактически закрываете мужскую линию поведения то есть даже если там ваш папа пил к примеру это тоже самое мужское поведение то есть папа рискует своим здоровьем и папа идет на этот риск для того чтобы сбросить напряжение это чисто мужская линия поведения и отказываясь от этой мужской линии поведения вы создаете все проблемы естественно стиль действий вы вам не нужно брать какой первый попался вы здесь уже сами корректируете но здесь нам важно чтобы просто к тем частям личности которые вы так или иначе себе взяли вы относились положительно тогда вы сможете с этим уже как-то работать то же самое происходит если к маме негативные отношения это женское поведение это про красоту это умение увидеть в этом мире красивый получить от этого удовольствие это смягчение углов это комфорт создание комфорта это про чувство то есть чувство это умение почувствовать человека умение дать глубину и если у вас к своей маме негативное отношение соответственно вся эта линия будет для вас закрыта если даже все те аргументы которые я вам сказал они для вас ничего не значит нужно понимать что вот все что вот позитивное отношение к родителям оно нужно не родителям а вам ничего хорошего то что вы испытываете негатив или там неприязнь от этого не будет вы от этого не выиграете даже если перед вами там кто-то извиниться за какую-то ситуацию там мама или папа от этого же ничего не поменяется ситуация уже давно прошла ее не вернуть а вы все вот пытаетесь живете какими-то прошлыми задачами и здесь важно только ваше отношение потому что у родителей свои цели задачи у вас свои цели задачи вам нужно преследовать все то что может помочь сделать вашу жизнь лучше а позитивное отношение к родителям она сделает вашу жизнь лучше просто даже из-за того что вспоминая каких-то ситуациях вы не будете теперь о них париться понимаю что ну да это был процесс моего обучения моего роста ну так же как и было с ссср он распался стала россия это был болезненный процесс было много переживаний но все люди выжили ничего страшного не произошло и мы сейчас живем государстве где нету задолженности по зарплате там в шесть месяцев когда люди голодали мы живем достаточно комфортно государстве где нету очередей и в общем это был шаг вперед не очень комфортно но это был шаг вперед то же самое и касаемо вашей жизни непонятно как она развивалась если бы этих ситуаций не было возможно там все было бы намного хуже но вы выжили значит это было вам на пользу даже если получается что родители вас бросили не не воспитывали вам скорее всего больше 18 лет и как-то вы выжили кто-то за вами ухаживал кто-то о вас заботился значит эти люди которые о вас ухаживали о вас заботились можете считать их своими родителями им быть благодарными за то что они позволили вам вырасти иначе вы просто погибли от голода для тех у кого родители пили или там избивали или унижали или еще происходило какая-то по их мнению жесть нужно понимать что весь этот процесс также он остался для вас лишь воспоминаниями вы выжили ничего страшного не произошло держать негатив на своих родителей это очень опасный процесс для самого себя если вы держите негатив на папу будет практически со стопроцентной вероятностью проблемы с деньгами если держите негатив на маму будет практически со стопроцентной вероятностью проблемы с отношениями важно сделать так чтобы вы чувствовали к родителям ну в крайнем случае просто нейтральное состояние лучше чтобы было приятное, когда говорите мама, когда вы говорите папа, чтобы у вас возникали теплые воспоминания, теплые чувства. Вы можете их любить за то, что просто они вас родили. Мама вас носила в своем животике 9 месяцев, это было не очень комфортно, она вас рожала, и это тоже, скорее всего, было не самое лучшее впечатление. О вас заботились в 18 лет, вас кормили, переживали за вас, решали ваши вопросы, о вас заботились тогда, когда вы о себе не могли позаботиться. И были такие периоды, когда вы даже не могли сказать, что о вас заботятся, вы просто могли кричать. И вот для мамы с папой была Шарада, как сделать так, чтобы вы успокоились. Только поэтому можно испытывать своим родителям позитивные чувства. Если так получилось, что ваши родители уже умерли, и в общем-то особого смысла к этим людям нет питать позитивных эмоций, здесь то же самое. Нам важно не то, какая идет обратная отдача. То есть вот мы любим родителей, и они нас любят, значит это хорошо. Если так получается, что мы любим родителей, они нас не любят, ну вот мы выросли, а они на нас там злятся, обижаются, или какой-то идет с их стороны какие-то может быть ожидания. Нас это не должно особо волновать. Нам важно, чтобы наше к ним отношение было хорошим. Тогда это для нас кажется позитивно. По деньгам, по отношениям, по удовольствию от жизни, на все эти процессы влияют родители, так или иначе. Возвращаясь к ситуации, если родителей уже нет, здесь то же самое. Вам нужно сделать так, чтобы у вас были теплые воспоминания, потому что ваша личность базируется именно на папе и маме. И если вы их отрицаете, соответственно вы отрицаете часть своей личности. Переделать ее с нуля, ну у вас уже не получится. Проще всего сделать так, чтобы у вас были теплые воспоминания о маме с папой, вы к ним относились хорошо. Что делать? Вероятно всего, ваши негативные отношения к папе и маме, они связаны с ситуациями, по которым вы решили, что папа и мама, они вот такие. Вы эти ситуации бережно храните и каждый раз, когда вы их вспоминаете, вы испытываете этот дискомфорт. Во-первых, нужно понимать, что эти ситуации, которые вы вспоминаете, это неправда. Потому что правда это то, что настоящее, то, что существует и то, что можно проверить. А неправда это то, что когда ты проверяешь, этого оказывается нет. Ты проверяешь ситуацию, где ты маленький, родители маленькие, ну молодые, а этой ситуации уже нет, значит эта ситуация вымысел. Вымысел то, что не существует. Не существует вас маленьких, не существует родителей молодых. Их характер уже другой, ваш характер другой, все по-другому. И вы берете эту придуманную ситуацию, которую вы считаете правдой, и ее смакуете. В этом нет смысла, потому что ситуация, она вымышленная. Здесь также нужно понимать, как работает детская психика. Каждый ребенок, он очень эмоциональный. Эмоциональный просто потому, что он не умеет управлять своими чувствами, и когда гормоны выделяются в кровь, его накрывают очень сильно, как в плюс, так и в минус. Потом организм со временем учится смягчать вот эти острые пики. Он умеет уже балансировать эти гормоны. Гормонов, может быть, выделяется и столько же, но он уже может их воспринимать спокойно. Я недавно здесь возле метро Алексеевской в Москве шел по улице. Там была маленькая горочка, очень такая пологая, и по ней начала катиться девочка на самокате. Самокат где-то разогнался километров до шести в час, то есть едет чуть-чуть быстрее, чем я иду. И она так орала. Все люди идут, смотрят на нее, улыбаются, потому что она орет как резаная, а самокат катится чуть быстрее, чем шаг. То есть она может спокойно с него соскочить. Ее глазами эта ситуация выглядит как ужасная скорость, и сейчас я упаду и вся разобьюсь. Но если бы она и упала в этой ситуации, она бы даже себе коленку не разодрала, потому что скорость очень маленькая. Но в ее ситуации она видит, как она сейчас убьется, разобьется насмерть, и мама на нее смотрит и улыбается. Мама над ней как будто издевается. Вот она это воспримет вот так, она это запомнит именно таким образом. Она вырастет и будет помнить, как мама над ней издевалась. Сколько здесь правды, вот вообще непонятно. Относитесь к своим воспоминаниям очень так скептически. И выгоднее всего, если у вас есть негативные воспоминания по каким-то людям, выгоднее всего на них посмотреть именно под этим углом. Вы это делаете не для них, вы это делаете для себя. И каждая ситуация это лишь интерпретация. То есть когда ситуация происходит, вот эта девочка запишет так, как она это видела своими глазами. Мир большой, огромный, опасный, и я вот такая лечу на самокате с огромной скоростью. Вы эту ситуацию записываете в мозг, уже она искаженная. И когда она будет воспроизводиться, это лишь будет интерпретация этой ситуации. То есть маленькая девочка мыслит, трехлетняя мыслит на уровне трех лет. Когда она вспомнит эту ситуацию, скажем, в 15 лет, мозг будет ее уже интерпретировать по-другому, потому что знаний стало намного больше. Они обросли всякими разными данными. Она заиграет ситуацию совсем в другом ключе. Еще один минус вот нашей памяти, ну может быть конечно и плюс в том, что наша память не хранит объекты в нескольких экземплярах. То есть есть, если у нас есть воспоминания о маме, то это воспоминание, образ мамы он один. У нас нету 20 версий мамы. У нас всего лишь записана одна версия мамы. Ну может быть еще к какой-то ситуации, там еще пару образов привязано. И когда воспоминание записывается, оно уже не записывается полностью как цельной картинкой. Оно записывается лишь там мама на меня смотрит, а потом когда нам нужно вспомнить, какая мама была, оно мы берем и уже из памяти образ мамы. И с годами этот образ естественно меняется, чтобы не перегружать память новыми, новыми, новыми данными об одном и том же. Каждый раз образ мамы он замещается и получается. Вот я, например, сегодня специально вспомнил, как у меня будет по ощущениям, как ходили мы на горную речку, там было несколько перевалов. И вот одно из моих воспоминаний, как я иду с рюкзаком, мне очень тяжело, дышать нечем, ну перевал высоко. А мне 7 лет было. И вот как бы я все это вспоминаю, думаю, какие родители все-таки были безбашенные, какой папа был безбашенный. Я беру образ папы, именно вот тот, который сейчас есть, то есть мужик. А я взял, посчитал с калькулятором, и я понимаю, что моему папе тогда было 32-33. Ну короче, он был младше меня, чем я вот сейчас. Я понимаю, что это нормально. Ну то есть, когда ты молодой, конечно, надо вот так куролесить. Но в моих воспоминаниях это записано, что вот он уже взрослый, он так рискует. Поэтому все эти воспоминания, они, естественно, очень сильно искажают. Ну, наверное, процентов на 90. Может быть, там есть какое-то рациональное звено, но вообще вот к ним относитесь очень-очень-очень так скептически. Ну, именно поэтому многие советуют ввести дневники для того, чтобы вы могли вспомнить, как это действительно было. Если вы почитаете, что у вас происходило год назад, вам будет очень интересно вся эта имплитация, особенно таких значимых каких-то событий. Конечно, я понимаю, что многие мне могут сказать, что вот эти значимые изменения, люди, которые добились значимых изменений, они их добились не просто так, или те люди, у которых есть хорошие глубокие отношения, это все не просто так. У них были такие родители. И, конечно, можно придерживаться этой точки зрения, что вот сначала нужно, чтобы была база из любящих, понимающих или каких-то там определенных родителей. Если мы возьмем человека, который мало зарабатывает, какого-нибудь нищего или бомжа, и дадим ему много денег, допустим, он выигрывает в лотерею, он не сможет со своим нищенским мышлением эти деньги удержать, удвоить или хоть как-то сохранить. Он их или пропьет, или прокрутит, или, в общем, с ними что-то произойдет. Этот процесс я множество раз наблюдал. Есть много в Ютубе всяких роликов, где пытаются блогеры на этой теме как-то поработать, там берут какого-нибудь бомжа и вот пытаются его поднять. И каждый раз это выливается в одну и ту же историю, что бомж все это пропивает, в общем, ничем не заканчивается. Потому что мышление, оно осталось точно таким же. А процесс мышления – это просто ваше решение, какой вы и каким вы хотите быть. Если у этого бомжа, у него будет такое положение, в котором ему придется мыслить как бизнесмену, то он тут же переключится на этот вид деятельности. К примеру, у этого бомжа есть кто-то очень важный, кого он любит больше, чем себя, и с ним что-то случается нехорошее, и нужно срочно найти деньги. И тогда эти люди начинают суетиться. И это множество раз такие ситуации происходили, когда начинают резко собирать какие-то деньги, во все инстанции обращаться, обращаются к друзьям и действительно начинают, если раньше он не зарабатывал нисколько, то тут он начинает собирать на пустом месте достаточно большие суммы денег. И здесь, конечно, когда на это смотришь, ты понимаешь, что этот человек крутится как бизнесмен. Все дело было не в том, что ему дали или не дали родители, это был его лишь вопрос выбора. И ему пришлось выбрать, я буду действовать как бизнесмен. Быстро, четко, иногда нагло, рискованно. То есть как отмазку, конечно, можно использовать, что сначала у меня должны быть хорошие определенные родители, а потом уже вся моя жизнь заиграет. Ну, если вы снимаете с себя ответственность за результаты вашей жизни, ну, ничего хорошего с ней не произойдет. К сожалению, детство вы уже изменить не сможете, поэтому вам придется тогда довольствоваться тем, что есть. Ни хорошо, ни плохо, это ваш выбор. Но я думаю, что выгоднее и более продуктивно, и более счастливо прожить жизнь, управляя ей и настраивая так, как вам нравится. Как вообще с этим работать? Что с этим делать? Каждый раз, когда вам приходит какая-то негативная мысль о ваших родителях, она же негативная мысль, она базируется на чем-то, если это ситуация какая-то, которую вы вспомнили, там, что мама или папа о вас, вам что-то делали плохое, остановите себя, прокрутите мысль, что не факт, что было так, все-таки вы выжили, прокрутите эту мысль, остановите себя и переключите себя на позитивную какую-то ситуацию, их можете сами специально подготовить заранее, то есть сесть с листочком и взять пять ситуаций, вспомнить каких-то, где было тепло, где было принятие, где была радость от общения с мамой и с папой. Для мамы подготовьте и для папы. Каждый раз, когда у вас будет приходить какое-то воспоминание негативное, замещайте, останавливайте себя и замещайте на позитивное. Постепенно у вас будет складываться такое общее видение того, что мамы с папой вам дали много и много хорошего, и вы им за это благодарны. Любите себя, любите маму и папу, это полезно. С вами был Олег Димитров, на этом все, пока.